И снова здравствуйте, и мы продолжаем наши эфиры, и это Укрлайф Людмилы Немири, а с нами на связи Валерий Соловей, которого мы очень рады видеть. Валерий Дмитриевич, здравствуйте, спасибо, что нашли время для нас. Здравствуйте, Людмила, спасибо за приглашение, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вы знаете, я в последнее время очень активно читаю о том, что в России разворачивается активная подготовка к так называемым президентским выборам. И даже происходит куча утечек о том, как же будет выглядеть избирательная кампания. И это очень интересно, потому что со всех сторон раздаются такие голоса о том, что избирательная кампания будет выглядеть как что-то позитивное, о том, что Запад умирает, а Россия является островком стабильности, и что, по большому счету, тема войны России против Украины будет вынесена за скобки, будет только показано благостное состояние в российском обществе. Это как бы с одной стороны что происходит. С другой стороны Патрушев говорит о том, что, говорит губернаторам, что они должны готовиться к переходу на мобилизационную экономику, а вы утверждаете, что Путин мертв. И вот во всей этой истории, ну и позвольте мне еще сказать, что недавно я говорила с одной известной французской исследовательницей, аналитиком, которая сказала, что такие страны, как Россия, они настолько закрыты, что мы можем допустить все, что угодно. То есть вот складывается такой какой-то, я не знаю, пассианс из всех этих возможных сценариев, что очень хочется послушать, что же на самом деле происходит. Да, Людмил Путин мертв, это приятно повторять, не просто мертв, он сдох. Он сдох 26 октября вечером. В течение 40 минут его пытались реанимировать, но он уже ничего не могло помочь. С 26 октября он находится в морозильнике. Ну, обычно говорят холодильник, но это морозильная камера, это огромная бытовая морозильная камера. И это кажется естественным и очень закономерным венцом его страшной и пугающей жизни. Человек, который наводил ужас на половину мира, по крайней мере, и прочее, который начал кровопролитную войну между Россией и Украиной, сейчас в виде тушки, замороженной тушки, находится в камере. Сейчас обсуждается вопрос, чтобы его переместить в более подходящие условия хранения. Его это тема. Это первое. Это абсолютно точный факт. И активность Патрушева, которую вы замечали, и та фраза Патрушева, которую вы процитировали, это просто как раз следствие того, что Патрушева сейчас является верховным правительством России. Потому что его заявление губернаторам о том, что надо готовиться к мобилизационной экономике, это указание главы России. Это не указание секретаря Совета безопасности. Вы понимаете, это никогда не входило в его прерогативу. Более того, если вы посмотрите на структуру и содержание российского медийного поля, вы увидите, без труда, без всякого труда, не надо быть профессионалом, не надо быть искушенным кремлинологом, что поле это центруется вокруг Патрушева. Именно Патрушев делает основные концептуальные, стратегические заявления. А якобы президент, роль которого выполняет двойник по прозвищу Васильевич, но его отчество Васильевич, поэтому выключат Васильевича. На профессиональном жаргоне выключат двойка или дублера, на профессиональном жаргоне спецслужб. Это буквально фраза Пелевина «Клоун при пидорасах». В Россию у продвинутого пацана только один способ – быть клоуном при пидорасах. А я, говорит, не хочу, если помните это место. Ну, может, кидорасом при клоунах. Вот такая вот альтернатива у Васильевича. Что касается того, что разгоняет информацию о выборах, компания будет такой, компания будет такой. Это все гигантская дезинформационная операция. Гигантская. Потому что не решен даже вопрос еще, проводить выборы в марте или нет. Он не решен. Он остается открытым. А позвольте маленькое уточнение. Я правильно понимаю, что Государственная Дума, которая проголосовала за закон о том, что при введении военного положения выборы могут быть перенесены на более поздний срок. Это в этом контексте. Да, конечно. И заявление Патрушева о необходимости подготовки к переходу на мобилизационные рельсы тоже. Потому что под предлогом военного положения выборы можно перенести на неопределенные сроки. Так, вопрос о том, будут ли вообще выборы или нет, остается открытым. Просто создается впечатление, пытаются создать впечатление нормальности. То все идет по плану. Хотя российская элита, она прекрасно осведомлена о том, что все уже давно идет не по плану, или точнее идет по другим планам. Что страна переходит на другую колею. Второе. Кто будет баллотироваться? Потому что помимо двойника Васильевича есть точка зрения, ну давайте мы его отменим, пусть он изберется, а мы будем, значит, из-за ширмы руководить страной. Все сильнее голоса, и в частности голос Патрушева, он глава коалиции, но он не единственный там игрок. Там есть не менее влиятельные, ну или чуть-чуть менее влиятельные игроки, которые в совокупности могут навязывать или пытаются, если не навязать ему свою точку зрения, а то отстаивать собственность. Потому что он говорит, риски слишком велики. Посмотрите, двойник уже сколько раз опростоволосился. То он там сморозит что-то, то он там. И совокупность этих случайностей, она в конце концов создаст неопровержимое впечатление того, что это не президент Путин, что это какой-то другой человек. Вы посмотрите, когда я полгода назад стал говорить о том, что у Путина двойники, но я об этом на самом деле говорил два года, это казалось странностью. Странностью фантасмагории, выдумкой. Но ведь есть уже исследование, показывающее наличие у Путина двойников. Это та тема, которая разгоняется западными таблоидами. Да, таблоидами. Потому что серьезные издания, они опасаются, это слишком фантасмагорично. Но ведь есть доказательства уже. Понимаете, точно так же сумма доказательств будет накапливаться в пользу того, что я сказал. В пользу того, что это не Путин, что это просто один из его двойников. На самом деле, это его основной двойник. Поэтому все эти вопросы, проводить выборы или не проводить, кто пойдет на выборы, пойдет ли двойник, или пойдет другой кандидат. Патрушев настаивает на своем сыне, в частности. Дмитрий, который сейчас министр сельского хозяйства, эти принципиальные вопросы, принципиальные для будущего России, для будущего российско-украинских отношений, они остаются открытыми. Валерий, тут несколько важных моментов. Вы уже не раз говорили, что и Китай, и Штаты знают о том, что Путин нет, и из этого исходит. Означает ли это, что тогда никто из уважающихся лидеров, которые знают, что с ними говорит не российский, не лидер уже России, они просто не будут с ним встречаться. То есть какая-то, наверное, здесь будет грань, не знаю, как вы это... Вы знаете, это очень вероятно. Допустим, премьер-министр Инди Моди отказался от встречи с Путином. А зачем? Это вот, допустим, Токаеву, казахскому президенту, ему некуда было просто делиться. Понимаете, Россия слишком большой, слишком опасный сосед, чтобы вот так открыто манкировать. Он вынужден был согласиться. Но он это сделал, скрипя сердце, и с брезгливой миной. И он попытался поставить так называемого Путина в неловкую ситуацию, когда заговорил во время заседания на казахском языке. То есть он продемонстрировал, именно как дипломат опытный, многоопытный, свое подлинное отношение к происходящему. Но другие лидеры могут сказать, да нет, мы не хотим этого. Это им вполне под силу. В свое время Эрдоган в сентябре отказался встречаться с двойником. Он сказал, я приличу его в Москву и встречусь там, пусть с полутрупом, но я встречусь с ним. А Си Цзиньпинь согласился с двойником встречаться. И он захотел на него посмотреть. Любопытно наблюдал за тем, как у двойника, у него, ему пытались сделать путинские скулы, но не очень удачно. У него здесь такие комки, которые скользят. Они поднимаются вверх, а он их, значит, потом начинает опускать, приглаживать. Вот такие детали. И Си Цзиньпинь, по отзывам тех людей, которые присутствовали на переговорах, с любопытством наблюдал за этим. Так что отношения могут быть разными. Почему не говорят? А зачем? А зачем? Вот зачем об этом говорить? Понимаете, это преимущество, которое можно использовать в отношениях с Россией. Можно использовать для торга. Типа, ну, мы признаем ваш статус-кво, делаем вид, что у вас Путин, но взамен мы хотим это, это и это. Для китайцев важно, чтобы сохраняли все экономические договоренности. Вне зависимости от того, кто это будет. Лже Путин, будет это Дмитрий Патрушев. Для американцев важно, чтобы в России сохранялась политическая стабильность. Они очень боятся кризиса политического, который, с их точки зрения, приведет к фрагментации России, ослаблению центральной власти с последующей фрагментацией России и выхода ядерного арсенала из-под контроля. Это тот же самый страх, я думаю, вы прекрасно помните, который давлел над Западом в 91-м, 92-м годах. Ну, с конца 90-го, если быть точным. Сейчас этот страх ожил, он с новой силой. Поэтому им важно сохранить статус-кво. Это, кстати, та же самая причина, по которой они не будут решающим образом помогать Украине. Они не хотят, чтобы Украина добилась военного успеха. Они не хотят, чтобы она проиграла, но не хотят, чтобы она добилась военного успеха. Это же все настолько уже прозрачно, что не видеть это, ну, надо быть слепцом, причем самовлюбленным слепцом, я бы сказал. Так что, их это устраивает. На какое время, я не знаю. Я не исключаю, что если вопрос не будет решен в течение двух-трех месяцев, да, с преемственностью власти, то они могут начать шантажировать публичность, добиваясь чего-то или видя, что ситуация развивается с их точки зрения в нежелательном для них или в опасном для них направлении. Но пока они именно наблюдают. Они именно наблюдают. Патрушев еще до смерти Путина провел консультации с американцами. Он дал им обещание, что будет сохранена стратегическая стабильность. Что Россия не пойдет на эскалацию или будет идти на эскалацию в умеренных размерах. Допустим, сейчас на российско-финляндской границе, где совершенно очевидно давление происходит на Финляндию теми же способами, которыми Россия действовала. Помните, во время нашествия мигрантов на Европу, это за несколько лет до пандемии, по-моему, в 2014-2015 годы. Тогда Россия очень интенсивно прикладывала к этому руку. Я знаю, это хорошо. Это один из важных инструментов гибридной войны. Потом Лукашенко, который создавал аналогичную ситуацию по наущению России на белорусско-польской и белорусско-литовской границах. Все понятно. Но, понимаете, это контролируемая эскалация. Это не означает, что Патрушев, в отличие от Путина, готов схватиться за верную дубинку. Вот Путин был готов. И сейчас я могу сказать уже, я об этом говорил, что в начале марта прошлого года мир висел, находился на волоске от начала массированного использования ядерного оружия. В начале марта прошлого года, когда Путину стало понятно, что операция провалилась против Украины. А Патрушев на это не идет. Патрушев не хочет использовать одерное оружие. Он сторонник стабильности. Да, холодной войны в старой советской терминологии, но стабильности. Холодная война это была история, где были четкие правила и красные линии, которые никто не переходил. Да, Людмила. Валерий Дмитриевич, вот вы сказали, что если вопрос за 3-4 месяца с наследственностью власти не будет решен, то Запад может перейти к публичному выражению. это невозможно. Вот я правильно понимаю, что тогда вот 3-4 месяца это будут такие важные месяцы, которые во многом определяют и судьбу России, и судьбу войны России против Украины, и судьбу отношения между Россией и Западом, Россией и Китаем, и многое-многие другие вещи. Я правильно понимаю, что это какие-то такие критические месяцы? Нет, это только начало будет. Понимаете, это должны быть месяцы, которые внесут ясность вопрос о преемственности власти. А возможно, они и не внесут. Возможно, это сразу будет кризис. Но потом, насколько я знаю, на данном случае опираясь на мнение тех людей, которые являются частью этой коалиции сейчас, пропатрушевской, и обеспечивающей преемственность, они уверены, что кризис неминуем, неизбежен, и это будет очень тяжелый кризис, очень масштабный, и он изменит в целом страну. И он разрушит путинскую систему или путинский режим. Поэтому это будет только начало. Это будет первый шаг. И этот шаг будет носить поначалу скрытый характер. Вот сейчас идут очень интенсивные конфликты между элитными группировками. И кто это видит? Да никто. Потому что Россия закрыта. Закрыта эта часть российского общества, я имею в виду, высший эшелон элиты. Там высочайшее сейчас напряжение. Идет торт. Там готовятся колоссальные кадровые перемены. Я использую термин Лукашенко. Там же мягкости нет такой белорусского. Я буду перетрахивать элиту. Вот, естественно, то же самое готовит сейчас Николай Платоныч Патруш. Он готовится перетрахивать. Понимаете, да? Да. Там уже намеченные люди, которые пойдут если не под нож, что в отставку, это высокопоставленные чиновники. Могу назвать хотя бы там допустим главу российского парламента Нижней палаты Володина. Ух ты! А его-то за что? А его-то за что? За то, что он гомосексуалист. Патрушев наплевать вообще на ЛГБТ. Он индифферентен. Ему не нравится наличие лобби во власти. В российской власти и в российских медиа существует лобби. Да, гей-лобби. Оно очень влиятельно, кстати. Могу там назвать несколько вице-премьеров. Могу, но не буду, чтобы не попасть под судебные иски. Несколько вице-премьеров в российском правительстве, которые являются яркими представителями гей-лобби в Российской Федерации. Патрушев хочет их убрать. Хочет убрать ряд чиновников из администрации президента, из российских медиа. Вы понимаете, какое-то глобальное изменение российского чиновничьего со сопротивлением. Плюс Патрушев сторонник национализации. Национализации активов. И сейчас подготовлен список, обширный список тех активов, которые подлежат национализации. Это нефтяные активы, газовые активы, энергетические в целом и металлургические активы. Представляете, что это будет? Если он сделает хотя бы один-два шага в этом направлении, он, конечно, до конца не дойдет. Но это обрекает Россию на масштабный кризис, который будет с точки зрения опять же людей интегрированных в эту элиту, кризис будет масштабнее, чем в 1991-1992 годах. Они в этом уже абсолютно уверены. Они к этому готовятся. Если говорить сейчас о внутриэлитном кризисе, то чем так Силион Патрушев, почему он всех устраивает, составляет ли кто-то ему конкуренцию? И еще один важный момент. Мне приходилось читать интересную историю о том, что многие субъекты федерации российской награждают сына Кадырова орденом за то, что он там побил заключенного за неожиданное отношение к Корану. И это выглядит несколько странно, потому что, мягко говоря, понятно, почему это выглядит странно. И вот в этом контексте, что еще и с региональными, какую роль во всей этой истории могут играть региональные элиты, которые просто претендуют на власть какую-то, или имеют какие-то залежи чего-то на своей территории и тоже хотели бы претендовать на власти деньги. Вот что здесь, как происходит это? Патрушев пока не консолидировал власть, и в этот момент не консолидированные власти Кадыровы показывают свои возможности. Кадыров показывает, что он может контролировать стабильность на Северном Кавказе, притязает на то, чтобы стать лидером условно-мусульманских регионов. Это у него, кстати, не получится, я могу сразу сказать. Это не получится. Интересно. А вот интересно, почему? А он не подходит в качестве такого лидера для самих мусульманских регионов. Наградить его сына, это одно, выказать почтение, уважение. Ну, знаете, такая восточная игра, восточный политез. Но ориентироваться на него да ни в коем случае. Они будут ориентироваться на силу. На силу, да? Кадыров пользуется тем, что Патрушев, который ненавидит Кадыров, как и все чекисты ненавидят, не может сейчас взять его в оборот. Он показывает, что вот есть сфера моего влияния, вы в нее, пожалуйста, не влезайте, а то взорвется Северный Кавказ. Чем Патрушев пугает и приемлем, да он не то, что уж приемлем, выбора у них особого не было. Для того, чтобы возглавить эту коалицию, надо было, надо было, понимаете, иметь силовой ресурс. Не медийный, не финансовый, а именно силовой. Потому что это главный аргумент. И этот главный, главным держателем главного силового ресурса, не единственным, но главным, оказался Патрушев. Поэтому они и договорились. Они договорились на время, это очень важно. Они заключили так называемое временное соглашение. На два, на три месяца. Дальше будут виды. Вот за эти два, три месяца им надо решить вопрос о выборах, о том, кто пойдет на выборы. Но сам Патрушев, он готовится после консолидации власти осуществить все те шаги, которые я вам сейчас обрисовал. И те группы элиты, которые об этом знают, они, конечно, этого очень боятся. Они бы этого не хотели. Поэтому конфликт запрограммирован самим характером этой коалиции. Это разнородные группы с разнородными интересами и самой политикой, потенциальной политикой Николая Патрушева. Поэтому и будет очень серьезный кризис. Что будет в ходе кризиса, как поведут себя регионы? Ну, видите, нет никаких сильных региональных лидеров, вообще никаких, за исключением Кадырова. Но влияние Кадырова это влияние на Северном Кавказе. Это не влияние в рамках России. И оно никогда не будет распространяться на Россию. Если исходить из факта, что Путин мертв, то тогда в какой-то момент, и вы сами неоднократно об этом говорили, что нужно будет как-то его свести с политической арены. Для меня, например, условно, он проиграет выборы и потом умрет. Безачем. Или как это? Простой способ. Простой способ. Он назначает нового премьер-министра, в частности, ну или, например, Дмитрия Патрушева. После этого объявляет о своем уходе. Я устал, я ухожу, все. Вы допускаете, что это возможно? Вполне возможно. Это очень рабочий даже вариант. Почему нет? А зачем мудрствовать ему пообещали этому двойнику колоссальное вознаграждение? Вы знаете, если бы мне сказали, что тебе такое вознаграждение обещано, я бы понял, что меня хотят обмануть. Ему пообещали 5 миллиардов долларов. Неплохо. Еще когда вся эта эпопея начиналась. Людмила, вы же понимаете, что при такой сумме вы 100% можете быть уверены, что вас обманут. Вот 100%. Не 99 даже, а 100%. Я бы сказал, 146%. Но тем не менее, поскольку он человек интеллектуально крайне неразвитой, и он вот в эту игру решил включиться. Мы сказали, ну вот да, ты потом поживешь там где-то годик в тихом месте укромном, мы тебе за это время сделаем пластику снова, уже, так сказать, двойник, результат пластических операций. Потом ты будешь жить где-нибудь за границей, наслаждаться деньгами, покоем, и всеми теми дивидендами, которые тебе обещали. Ну, понятное дело, что его кокнут. Тоже такого свидетеля оставят живым. Не чекисты, понимаете? Это вам не Ми-6, которые готовы выполнять свои джекистские обещания. Нет. Это наследники КГБ, ОГПУ и ВЧК. Нет. Они никогда не выполняют своих обещаний. Особенно по отношению к людям, которые от них зависят. Из того, что вы говорите, создается такая ситуация, ну, по крайней мере, у меня, да, что, по большому счету, все готовятся к тому, что будут серьезные изменения в России. И в этом смысле, какой здесь шанс для российской оппозиции, как вы это оцениваете, которая сейчас находится, условно говоря, за рубежом, и в какой-то момент может вернуться, шанс для Навального, или это все переделят без них быстро, так, чтобы там никто особо не... Я не очень понимаю, Людмила, какой у них шанс? У них есть силовые ресурсы? У них нет силовых ресурсов. Они находятся в Москве или за границей? Ленин вернулся. Но Ленин вернулся уже после того, как и, впрочем, большевики, как совершилась февральская революция. И у тех людей, которые будут устраивать кризис и участвовать в них, у них есть тоже некоторые исторические опыты. Почему они будут делиться с кем-то, должны с кем-то делиться власть? Из чего вдруг? Ну, хотя бы один аргумент приведительный. Это не означает, что оппозиция не имеет шанса. Но шанс это, это рискнуть. Это в тот момент, когда начинается борьба, вернуться, не имея гарантии, что ты останешься на свободе, что тебе их никто не даст. Ну, публичные гарантии. Гуслые гарантии могут быть даны. Это совершенно точно. Вернуться и включиться в борьбу, рискуя, призывая людей выйти на улицы и площади и не будучи уверенным, никак не будучи уверенным, что ты добьешься успеха. Вот эти люди, которых вы видите сейчас, которые выступают из Вильнюса, из Белитии, из Лондона, из Соединенных Штатов, они с вашей точки зрения готовы рискнуть? Те, кто был готов рискнуть, он остался в России. Некоторые находятся в тюрьме, но не все. Валерий Петрович, многие считают, что Путин все-таки жив. Вот по каким факторам мы сможем понять, что в России начинаются какие-то серьезные изменения? Вот мы это почувствуем? Знаете, вот есть ощущение у вас? Вы это почувствуете, вы это увидите, почувствуете. Да, конечно. Сумма будет накапливаться. Косвенных доказательств уже более чем достаточно. Уже более чем достаточно. Начиная вот от того, что делает Патрушев, начиная от изменения структуры медийного поля, начиная, скажем, тем, что вчера, по-моему, Кадыров во время видеоконференции предложил Путину посетить Чечню. Это, понимаете, по этикету, по протоколу это совершенно недопустимо, неприемлемо. А, то есть он его приглашает как хозяина? Да, да, да. Интересно. Это интересно. Ну, да. Вот, посетите. Просто Кадыров знает, что это не Путин. Он бы никогда этого не позволил с Путиным. Никогда. Он просто издевается таким образом. Ну, то, что он молодежным сленгом называется, ну, уже и не молодежным, троллем. Он просто тролл. Он показывает, что он все знает. Понимаете? У косвенных доказательств ну, более чем достаточно. Просто более чем. Надо просто непредвзято посмотреть и признать, что в России возможно все. как помните, я за полгода до начала вооруженной конфронтации между нашими странами говорил, что она будет, что решение принято. Уже никто Путина не остановит. А с начала 22-го года я называл дату, когда это произойдет, с точностью до недели. Рубеж февраля-марта. Правда, я тогда полагал, что, ну, так мне сказали, что скорее это все-таки будет начало марта. Вот. Поэтому и никто же этому не верил. И да, ну, это невыгодно, это нелогично. Да нет. В России как раз очень многое из того, что кажется нелогичным, очень логично и очень естественно. Просто не надо приписывать тем людям, которые принимают решения, собственное мышление. Они организованы ментально, культурно совершенно по-другому, чем мы с вами. Совершенно по-другому. И те решения, которые они принимают, для них абсолютно естественны. Естественно, вытекают из всего их мировоззрения. А нам они кажутся чудовищными, странными, фантасмагоричными. Но не для этих людей. Это и есть ожившая фантасмагория, да, которая победным маршем двинулась на Украину, сломалась. Вот. Ну, она хочет жить в России, да, она рассчитывает на то, что удастся сохранить путинский режим без и после Путина. Нет, это не удастся сделать. Я могу уверенно об этом сказать. Те люди, которые в этом участвуют, тоже в этом уверены. Но что возникнет взамен, зависит от участия в борьбе. Если мы хотим, но в данном случае обращаюсь уже не к вам, а скорее к русской части вашей аудитории, если мы хотим на что-то повлиять, значит придется участвовать в борьбе. Если мы не хотим, то, как обычно, решат без нас и за нас. Валерий, вот во всей этой истории, которая грядет, мы видим, что Россия принимает очень раздутый огромный военный бюджет. Это первое. И второе, насколько война России против Украины будет важным фактором во всех этих событиях с вашей точки зрения. Конечно, она будет значимым фактором. Я не уверен, что она будет уже первоочередной борьба за Крым. И в этом смысле ситуация с Украиной, она рассматривается как способствующая или мешающая борьбе за Крым. Это первое. Второе. Патришу был бы непрочен заключить мир с Украиной. Но, исходя из тех реалий, которые сейчас сложились, трижды с 26 октября посылались пассы. Трижды. Это делал Шаков, помощник президента по международным делам. Это делал Шуеву, что не входят его прерогативы. Это делал Лукашенко уже 27 октября. Мы передали просьбу Патришева, что все, вождя нет, давай. Они говорят, что Россия готова к миру. Вопрос стоял, был послан ясный пас. Ну, Украина, да, в силу своих внутренних причин, она не готова сейчас к переговорам о мире. Это понятно. Значит, будет продолжаться борьба на источении. Но, это очень важно, ситуация сложилась таким образом, что в стратегическом тупике, в котором находятся враждующие стороны, ни одна из сторон не способна к военному усилию, который этот стратегический тупик кардинально разрушит. Ни украинская, ни российская стороны. Они просто не могут по военным соображениям этого уже сделать. И ситуация изменится благодаря кризису в России. Вот именно внутренний российский кризис изменит ситуацию в российско-украинских отношениях. С моей точки зрения, изменит ее кардинально. Потому что, когда вы боретесь за Кремль, Украина, как бы эти территории не назывались в российской конституции, уже не представляет такого интереса. Здесь же опять уместны исторические аналогии. Ну, вспомните, когда расстался Советский Союз, что происходило с группой советских войск в Германии. Это же было бегство. Фактически было бегство. Потому что не до них было. Понимаете? И когда будет та борьба, которую я сейчас предвещаю, она совершенно точно начнется, будет уже не до Украины. Означает ли это, что автоматически прекратятся военные действия? Не факт. Но то, что интерес к ним снизится резко, целеполагание исчезнет, оно и сейчас какое-то очень невнятное. Ну, вот держать стратегическую оборону. Ведь же не идет о том, чтобы двинуться на Харьков или на Киев или на Одессу. Это держать то, что сейчас захвачено. Не более того, чтобы обеспечить выгодную сделочную позицию для мира. То есть все-таки в конечном счете речь идет о мирных переговорах. Понимаете? Вопрос в том, с какой позиции вы их начинаете. Россия считает, что можно начать с той позиции, ну, точнее не Россия, нынешний Кремль, точнее группа Патрушев, с той позиции, на которой находятся. Но в элите есть люди, которые готовы к очень широкому компромиссу. К очень широкому компромиссу. Сейчас готовы. Они готовы сейчас. Но не они определяют вот эту внешнеполитическую повестку. Когда Байден и Си встречались, они должны были тогда знать, что Путина нет. И тогда, наверное, они должны были исходить из этого и вот строить тогда уже, что называется, ну, понимать эту ситуацию и тогда контекст их разговора, он должен был это, наверное, учитывать. Да, но это никак не влияет на стратегические цели Китая, на стратегические цели Соединенных Штатов. И нет сомнений, что Байден обратился к Си Цзиньфину с просьбой повлиять на Россию, повлиять на Иран, ну, с тем, чтобы он минимизировал участие в Лежневосточном конфликте и повлиять на Северную Корею, которая оказывает России очень важную помощь боеприпасами снаряжения. Но Китай не заинтересован в поражении России. Вне зависимости от того, кто стоит во дворе страны. Он не заинтересован. Потому что это очень опасный прецедент, это экстраполяция на будущее китайско-тайваньских отношений. Если условно авторитарная коалиция терпит поражение и общество, мировое сообщество убеждается в силе демократической или продемократической коалиции, как это скажется на репутации шансов Китая. Тем более Китай оказывает России помощь действительно не военным снаряжениям. Он не поставляет ей боеприпасы и вооружения. Он поставляет ей технику двойного назначения. А вот боеприпасы и вооружения поставляет Северная Корея. Ну, конечно, благодаря тому, что китайские товарищи попросили северокорейцев. Но они не заинтересованы в поражении России. Это очень важно понимать. Еще раз, чтобы не продемонстрировать слабость своих союзников и собственную слабость устава. Они заинтересованы в мире, но на неких условиях, которые можно было бы представить, если не победой, то такой боевой заслуженный ничьей, понимаете. Если учесть, что события будут развиваться дальше и ситуация в России будет эскалироваться, то насколько вы считаете ситуация на фронте может... Вы уже говорили об этом, но все-таки я хочу вернуться к этому вопросу. Ситуация на фронте может измениться. Почувствуем ли мы это, я не знаю, по активности, по мобилизации? Я так понимаю, что мобилизация сейчас очередная отложена. И вот некоторые опросы, которые мне приходилось читать, говорят о том, что в России в принципе люди против мобилизации. Это вот тоже интересный такой факт. Вот насколько мы сможем понять по мобилизационным вещам, по расширению производства оружия, по многому-многому другому, какая у России будет тактика и стратегия, несмотря на то, о чем вы говорите? Ну, в планах Патрушева, в планах Патрушева, да, если Украина не идет на те условия, которые предлагает Россия, это наращивание военных усилий, эскалации. А другое дело, что возможно ли это технически и политически, вот в этом очень серьезные сомнения. Но, Людмила, пока не попробуешь, не узнаешь. Скажем, провести мобилизацию, наверное, можно было бы, несмотря на ее непопулярность. ее можно провести. А другое дело, осуществить мобилизацию в комплексе с теми всеми мерами, которые я вам перечислил ранее. Мобилизация экономики, да, национализация активов, кадровым перетрахиванием. Вот это создаст такой букет, или, ну, вы знаете, как вот есть бинарные газы, бинарное оружие. Вот наподобие, что это все может взорваться. То есть, может начаться саботаж. Ну, как в России, кстати, в Украине тоже всегда сопротивляются неприемлемым и глупым решениям. Просто это не сейчас, у нас не получается. Нам еще надо подать, нам еще надо время. У нас нет того, у нас нет этого. А давайте мы, ну, что вы, сейчас перед Новым годом никакие вопросы не решаются. Правда? Давайте мы это, причем это начинается уже с конца ноября. Вот вы знаете, что, ну, как же, нет, ну, только после Нового года. Аня, каникулы же, давайте, нет, ну, только каникулы закончились, дайте нам разгрести дела. Начинается саботаж. Это с незапамятных времен излюбленный способ сопротивления вообще в России. Вы просто плохо работаете. И вообще перестаете работать. Причем это очень важно для чиновников. Они не хотят нести ответственность за те риски, которые встают в связи с некоторыми решениями. Поэтому мобилизацию можно объявить. Можно объявить вот все то, что я сказал. Что из этого получится? С моей точки зрения, это верный путь к хаосу. Когда начинается хаос, ну, вы знаете, он не может не захлестнуть фронт. Он просто не может не захлестнуть. Ну да, по инерции, ну, хотя вот есть опыт, да, там, двое суток мятежа пригожен, на фронте ничего не случилось. Ну, ничего. Но если это не двое суток, а два месяца, если вдруг покимают офицеры, и не только рядовые бойцы, именно офицеры, слушайте, ну, как-то до нас никому нет дела, да, что боеприпасы перестали поставляться. Мы всегда ощущали дефицит, но сейчас он носит какой-то там катастрофический характер, что непонятно, что происходит в генштабе. Генералы машут руками, говорят, не до вас сейчас. Что же тогда происходит? То есть, когда ясное целеполагание, оно и так было очень смутным. В отношении военных планов. А любое целеполагание начинает размываться. Ну, что происходит с фронтом? Исчезает то, что является важнейшей составляющей любого военного конфликта, любой войны. Морально-политический факт. Просто исчезает, как таковое. Нет никакой мотивации. Ну, что будет с фронтом в этой ситуации? Я не знаю. Мы можем только предполагать. Возможно, будет оказано давление с украинской стороны, и фронт рухнет. А возможно, с российской стороны, когда произойдут изменения, будет предложено прекратить огонь. Просто прекратить огонь и начать мирные переговоры. Без предварительных условий, ну, просто если такое предложение делается, условно, не от имени нынешней власти, вы понимаете, что это означает желание новой российской власти пойти очень далеко уже. Без предварительных условий прекращения огня. Валерий, ну, еще позвольте один вопрос, если есть немного времени. Мне приходилось считать, что российская экономика держится, потому что продает все-таки, несмотря ни на что, там нефть, и все как бы происходит нормально для нее. С другой стороны, мы видим ситуацию с рублем, а с третьей стороны, мне показалось очень интересное заявление представителей большого российского бизнеса, которые говорят о том, что давайте вы не будете конфискацией заниматься наших валютных там всяких сбережений выручек, а просто увеличить налоги. То есть, это очень интересно такая торговля с государством, которая пытается сделать то, что ему нравится. Вот насколько в России это важно, что бизнес тоже зажат в какие-то обстоятельства, и насколько крупный бизнес, большой бизнес так или иначе тоже становится игроком в этих политических раскладах, о которых вы говорили. Крупный бизнес не игрок. это жертва, это слуга, слуга, который обслуживает российские внешнеполитические, в данном случае военные задачи, не более того. Он не играет никакой самостоятельной роли. Это надо политической роли. Это очень важно понимать. Это первое. Второе. Да, российская экономика оказалась гораздо устойчивее, чем пополам. Это сейчас уже всеобщее мнение, широкий консенсус. во многом благодаря тому, что финансово-экономический блок правительства сработал очень эффективно, чрезвычайно эффективно. Ну и плюс, видимо, каким-то незадействованным резервам, о которых мы даже не догадывались. Только увидел, что Николай Платонич Патрукшин, он хочет назначить комиссаром над этим блоком. Ему кажется, что они проводят не ту политику. И как только они попытаются что-то улучшить, вот будет, знаете, не полипшение, не покращение, а будет погиршение. В этом нет никаких сомнений. И вот именно на этом правительственном уровне начнется саботаж. Не там, не публичный отказ выполняет распоряжение, хотя на Биулина может и пойти и на это. Она может и публично отказаться, ну или, скажем, сказать Патруше, нет, я этого делать не буду, я ухожу в отставку. Ну да, вы поставите автоматчиков в кабинете. Ну и какие решения эти люди будут принимать? Как все это будет работать? Понимаете, это вот попытка вернуться в Советский Советский Союз усовершенствованный. Для Патрушева идеал это Советский Союз. Ну он считает, что да, его надо было усовершенствовать, развить, в частности использовать цифровые методы контроля, он горячий сторонник в этом смысле, китаизация внутренней жизни, вот такого социального контроля посредством цифровизации. Надо сказать, что Россия в этом смысле добилась успехов, успехов в кавычках, но нельзя вернуться в прошлое, это же было совершенно очевидно. Но Патрушев человек идеологизированный, понимаете, вот в этом его отличие от Путина. Путин был абсолютно циничный прагматик, законченный, с рядом фантасмагорических идей, одна из них касалась Украины и вообще некого геополитического реванша. А у Патрушева вот есть комплекс идей, да, там, давайте мы отберем у частного бизнеса активы, это будет все эффективнее в руках государства. На самом деле это окажется в руках группы людей, которых он назначит, это же понятно совершенно. Вот, поэтому будущее экономическое, оно тоже не предвещает хорошие времена, то есть, если бы вот ничего не трогали сейчас, ну да, была бы высокая инфляция, это бы создавало напряжение, ну как-то худо-бедно ее бы регулировали, был бы экономический рост насчет военных расходов, да, социальный сектор бы херел, это понятно, социальные обязательства бы перестали выполняться, но в принципе, в принципе, российская экономика позволяла бы выдерживать длительное военное напряжение, длительное, ну попытки ее мобилизовать и сделать как лучше, не обернуться тем, что все станет гораздо-гораздо хуже, а бизнесу деваться некуда просто, его активы в России, на Западе его не привечают, наоборот, выдавили, да, они находятся под колпаком, они боятся не то, что что-то сделать, Людмила, я могу привести пример, если вот встретятся два олигарха условно в России, о чем-то будут говорить, касающиеся политики, вопрос обсуждать, то будет три доноса, от каждого из них, от каждого из них, контроля в России, ну да, эти люди считали, что они всех перехитрили, что они, значит, зарабатывают деньги в России, лежат за Путину покойному, говорят, замечательно, делятся щекистами, а на Западе они создали себе запасные аэродромы, там, значит, недвижимость на Западе, они филантропы на Западе, семьи на Западе, а он выяснил, что не так. Валерий Дмитриевич, спасибо вам огромное, спасибо, что нашли тебя на все время, очень вам признательно, спасибо огромное. Спасибо, Людмила, спасибо вам и уважаемым зрителям и слушателям, все, хорошего, до свидания. Спасибо. Валерий Соловей был сегодня с нами на связи, за что мы ему очень благодарны. Оставайтесь с нами, это был «Укрлая седьмой деньги».